Сорю, небесный, утешителю души истины, И житель, с детцы, и вся исполняй, Сотровище, плавивый, жизни, полнателю, И житель, с детцы, и вся исполняй, И спаси блажен, души истины, И спаси блажен, души истины, Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дорога к храму» и с вами ее ведущий, священник Михаил Попов. Традиционно в начале нашей передачи мы переходим к рубрике новостей Видновского благочиния. 16 апреля во всех храмах Видновского благочиния прошли пасхальные службы. По окончании богослужения благочинные церкви Видновского округа Протерей Михаил Егоров поздравил всех с торжественным и спасительным днем Светлого Христового Воскресения. Дорогие братья и сестры, жители Видновской земли, вновь и вновь зовет нас Церковь Христова для того, чтобы всем вместе прославить воскресшего Христа Спасителя, встретить праздник Пасхи Христовой. Праздник Пасхи, древний, ветхозаветный праздник, который напоминал нам о том освобождении народу еврейскому, который даровал Господь еще много тысячелетий назад в Египте. И само слово Пасха переводится как «проходить мимо», так как согласно Ветхому Завету ангел Господень избавил от смерти первенцев народа еврейского во время того, когда готовился вывести Господь свой народ из земли египетской в землю обетованную. Для нас же, православных христиан, праздник Пасхи Христовой – это праздник, когда мы вспоминаем прихождение от смерти к жизни, от земли к небу. Праздник Пасхи Христовой – это день, когда мы с радостью празднуем и вспоминаем события воскресения Христова. Вспоминаем, как Господь наш, Иисус Христос, претерпевший позорную и мучительную смерть на кресте, претерпевший страдания ради каждого из нас и за грехи каждого из нас, ради того, чтобы каждый из нас мог бы вновь быть возведенным к Богу, Господь воскрес. Апостолы, ученики Христовы в течение всей своей последующей жизни проповедовали именно воскресение Христова, видя в нем основу жизни и смысл жизни каждого человека. Апостол Павел писал в своих посланиях «Верно слово, если мы с ним умерли, то и с ним оживем». Как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его в крещении, то должны быть соединены и подобием воскресения. Смерть Его и воскресение действуют в нас. Воскресение Христа Спасителя – это дарованная нам победа. Святитель Иоанн Златоуст много столетий назад, осмысливая праздник Пасхи, осмысливая праздник воскресения Христова, написал такие слова «Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободило нас спасого смерть. Воскрес Христос, и жизнь пребывает. Воскрес Христос, и мертвый не един во гробе». Празднуя воскресение Христова, вспоминая воскресение нашего Спасителя, мы радуемся, дарованы от Господа благодати и избавления, дарованы от Господа надежде на то, что каждый верующий во Христа Спасителя не будет иметь смерти вечной, но будет иметь жизнь вечную, если будет жить с Богом, для Бога и в Боге. Я поздравляю всех вас с праздником. Всем вам желаю, чтобы каждый из нас помнил и вспоминал о Боге и о Христе Спасителе не только в эти святые праздничные дни, но и каждый день своей жизни. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! 6 мая православный мир отмечал День Георгия Победоносца. Этот праздник престольный для Виновского Георгиевского храма, где в день святой даты прошло богослужение, а затем верующие возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы. Каждый год 6 мая Роман Терехов вместе с мамой приходит в Георгиевский храм. Мальчику посчастливилось родиться в День Святого Георгия. Храм моего покровителя за большое событие родится в такой день большая честь для меня. В это субботнее утро центральный городской храм собрал сотни верующих. Праздничную службу посетила глава Ленинского района Олег Хромов. Накануне Дня Победы все вместе православные помолились об усопших солдатах и о здравии ныне живущих ветеранов. Пожелать всем жителям Видновской земли с помощью Божией по молитвам святого великомученика Георгия, который вместе с святой великомученицей Екатериной, через которой освящен наш монастырь, находящийся тоже на Видновской земле, является такими нашими небесными заступниками и покровителями всего Видновского края. Георгий Победоносец наиболее почитаемый христианский святой. Он считается покровителем воинов. С ним связан один из символов победы и воинской славы Георгиевская лента. Его именем названа почетная награда России Орден Святого Георгия. Символично, что в день памяти великомученика 72 года назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В завершении праздничной службы верующие прошли на аллею славы, чтобы в память о храбром великомученике Георгии и о подвиге дедов Великой Отечественной войне возложить цветы к вечному огню. Мы говорим о победе наших отцов и дедов. Мы говорим о победе Георгия Победоносца, который все-таки, являясь покровителем, помог нам очистить и нашу страну, и весь мир от той коричневой чумы, которая могла просто поработить народы, превратить мир совершенно в другой. И я думаю, что и солнце было бы другое. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, ВиднетВ. Бутовский полигон расположен на территории Видновского края. Одно из мест расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. Здесь ежегодно в четвертую субботу после Пасхи совершается патриаршее богослужение по невинно пострадавшим. Божественная литургия, совершаемая под открытым небом, значится как собор новомучеников бутовских. Бутовский полигон мемориальное кладбище, место массовых расстрелов и захоронений. Здесь только за один год с 37 по 38 было убито более 20 тысяч человек. Среди них священнослужители, исповедники и новомученики российские. Этот подвиг свидетельствует о высокой вере этих людей и преданности Господу, потому что мы знаем, что здесь людей расстреливали без суда и следствия. Они не добивались правды. Их правдой была их вера в Бога. Ежегодно, начиная с 2000 года, в четвертую субботу после Пасхи на Бутовском полигоне под открытым небом совершается патриаршее богослужение. В этом году день собора новомучеников Бутовских пришелся на 13 мая. Нет больше в мире места, где было расстреляно столько православных христиан. Прихожанка Зачатевского храма, а у нашей матушки Гумени Ульяне Владимир Дедушка Амбарцумов здесь похоронен. Здесь расстрелян на Бутовском полигоне. Поэтому я сюда приезжаю почтить память. До сих пор до конца неизвестны имена и точное число погибших и захороненных здесь. Бутовский полигон площадью в 6 гектаров стал одной братской могилой для священнослужителей и мирян, пострадавших за веру. Всех приехавших на богослужение в этот день объединяла общая скорбь. Когда я здесь бываю, здесь всегда ощущается сила и помощь всех святых и новомучеников, которые похоронены здесь, на Бутовском полигоне. Божественную литургию под открытым небом совершил патриарх Сеаруси Кирилл, в котором приняло участие духовенство Москвы, Московской области и Видновского благочиния. По завершении литургии патриархам были вознесены молитвы святым новомученикам и исповедникам Церкви Русской. В этом году исполняется 80 лет с начала массовых казней на Бутовском полигоне. Здесь планируется возвести мемориал сад памяти, в котором на специальных плитах будут нанесены все известные имена расстрелянных. Людмила Медведева, Владимир Вижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Шестой год. В Видновском благочинии проходят Олимпиады по закону Божию среди воскресных школ. Если в прошлые годы участниками состязания было семь команд, то в этом уже одиннадцать. Участникам Олимпиады предстояло пройти несколько конкурсных этапов. Среди них были и новые интересные испытания. Первым конкурсным заданием Олимпиады воскресных школ Видновского благочиния было домашнее задание на тему «Я верю в Бога». В театрализованных постановках ребята рассказывали о том, как к человеку приходит вера во Всевышнего, о том, как из юных душ вытравливали эту веру. Садись и пиши! Не буду! Я тебя к директору отведу! Как хотите, исключайте меня, но суд над Богом я писать не буду! Эту сценку подготовили ребята из воскресной школы храма Александра Невского города Видное, а учащиеся Богородицы Рождественского в села Тарычево поразили всех присутствующих необыкновенными, торжественными нарядами и песнопением. Господи, я люблю тебя! Сюжет этой сценки рассказывает о покаянии души человека и что каждый имеет надежду на спасение от греха. В первой репетиции, конечно, было немножко сложно детям объяснить, но потом все-таки нашлись слова, нашлись чувства и передали мы свои чувства детям и дети, конечно, прониклись. Я в воскресной школе занимаюсь уже второй год, я уже второй год хожу на Олимпиаду, в воскресной школе я познаю много большего о Боге, ну, и о православии. Шестая Олимпиада воскресных школ Видновского Болгачиния в этом году представлена одиннадцатью командами. Впервые участвую в этом конкурсе, нам немножко страшновато, мы немножко нервничаем, но так в основном нормально мы подготовились. Я готова победить с этой именно командой, потому что я их люблю и я безумно счастлива, что я участвую в таком конкурсе. Шестая Олимпиада воскресных школ была посвящена святителю Тихону, ставшему после революции семнадцатого года, столетие которой в этом году, первым патриархом московским и всея Руси. Одним из заданий для ребят было жизнеописание этого человека и другие дополнительные интересные испытания. Основное ядро, скажем так, этого конкурса это, конечно, вопросы по закону Божию, вопросы по Ветхому Завету, по Новому Завету. Но в этом году мы еще добавили вопросы по цитатам из святых отцов. Олимпиада проходила в течение трех часов. Все участники ее, дети, родители, священнослужители получили истинное наслаждение от того, насколько был един дух стремления к победе и к знаниям православной культуры. Людмила Медведева, Данил Свидерский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. В жюри было сложно определиться с победителями, тем более, что четыре команды претендовали на третье место. Они набрали одинаковое количество очков. Однако, команды миротворцев из Никольского храма поселка Володарского все же обошли своих соперников. А первое место заняла команда Логос Богорождественского храма села Тарычева. Второе место заняла команда Ника Никольского храма села Ермолина. 18 мая музеи всего мира большие и маленькие традиционно распахивают свои двери для посетителей. Видновский край не исключение. Ведь посмотреть и у нас есть что. Некоторые музеи бережно хранят уникальные артефакты, являющиеся частью истории. Международный день музеев мы посетили музей при храме села Остров и прикоснулись к его сокровищам. Те, кто хоть раз был в селе Остров, согласятся со мной, что место это очень красивое. Одна смотровая площадка чего стоит. Настоящая жемчужина села храм. В нем-то и находится музей. Церковь преображения Господня не только вместилище экспозиции, но и главный ее экспонат. Изюминка нашего музея это макет храма, его возможная реконструкция, каким он выглядел в 16 веке. Сам храм является иконой преображения Господня и архитектура это очень сильно подчеркивает. В экскурсоводах у нас не кто-нибудь, а сам настоятель храма отец Илья. Наверное, никто лучше него не сможет рассказать нам о музее. Ведь он его создатель, смотритель и хранитель. В данных витринах храма представлены монеты, кольца, сережки, пряжки, пуговицы. В общем-то эпохи Павла I императорской фамилии 19 века. Здесь были погребены французы, павшие в Великую Отечественную войну 19-го года. Французы, пришедшие по Смоленской дороге, измученные голодом и пожарами Москвы, терзаемые партизанами, бежали беспорядочно. Кто куда? Не так давно один француз, посещавший наш музей, воскликнул «Такая же пряжка была у моего покойного деда». То есть мы атрибутировали эту пряжку как действительно французскую. Все экспонаты музея были найдены на территории села Остров. А существует оно со времен Ивана Грозного. Поэтому можно наблюдать артефакты и той эпохи. Наконечники стрел, бубенцы, изуприжи, предметы быта. Еще одна гордость музея – старинные церковные книги. Мы можем с большой уверенностью сказать, что батюшка действительно очень сильно молился о всех почивших вокруг окреста этого храма. Экспонатов в музее отца Ильи сотни. В них вся материальная история этого замечательного села. В порядке исключения отец Илья разрешил подержать на руках один музейный экспонат. Вот эту ложку. Она когда-то принадлежала кому-то из наполеонской армии. Раньше вещь вполне обыденная, а сейчас она представляет большую историческую ценность. В общем, ощущение от посещения музея самое лучшее. А знакомство с отцом Ильей обогатило нашу съемочную группу еще и образовательно. Ведь человек он энциклопедических знаний. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Вопросы духовно-нравственного воспитания обсудили на научно-практической конференции, которая состоялась во Дворце спорта в рамках областного открытого урока «Духовные родники Подмосковья», проводимого накануне Международного дня славянской письменности. В ней приняли участие более 150 человек, педагоги образовательных учреждений, представители Московской епархии, Русской Православной Церкви, руководители муниципалитетов. Во время конференции была презентована новая книга «Подвиги новомучников и исповедников земли Подмосковной». Дружеское сотрудничество между Министерством образования и Московской епархией Русской Православной Церкви положило начало подобным конференциям. Это уже пятнадцатая по счету, а видным в таком масштабе проходит впервые. Ее участниками стали более трех тысяч человек из 68 муниципалитетов. Конференцию посвятили культуре России двадцатого века. Основная тема – это нравственное значение подвига новомучеников и исповедников российских. Для нас это особенно почетно и, наверное, знаково то, что именно тема новомучеников российских получила свое второе рождение. Это не случайно, ведь на территории нашего района многие трагические события происходили воочию. Это и Бутовский полигон, это и бывшая часть Ленинского муниципального района коммунарка, там, где многие почили и покоятся сегодня с миром. Главная цель таких встреч – обмен опытом между педагогами в вопросах духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. За годы работы Ассоциации учителей Московской области удалось выпустить восемь книг. В этот раз вновь состоялась презентация еще одного издания. Книга была написана под руководством профессора Московского государственного областного университета Людмилы Шевченко, куда вошли истории жизни и подвигов новомучеников и исповедников земли подмосковной. Никогда в истории нашей культуры, православной культуры, не было прославлено такого количества новомучеников, который дал нам 20-й век. А как говорят наши святые учителя, отцы, они говорят, что кровь мучеников это семя, из которого взрослают побеги, а побеги это будущее, нравственная культура нашей молодежи. Мы увидели, какой замечательной получилась эта книга. Она охватила все районы Московской области. И мы эту книгу также с дарственными надписями включим святейшему патриарху, московскому сейеру Си Кириллу, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, министру образования и науки Российской Федерации Ольге Юрьевне Васильевы. Потому что это очень большой и важный труд. Это историческая память о том, что было в Подмосковье. И как, почему важно и зачем важно это хранить сегодня для наших подрастающих детей. После завершения конференции ее участники посетили выставку детского творчества, которая является результатом большого труда по духовно-нравственному воспитанию. На ней представлены сотни красочных подделок, рисунков, сувениров, сделанных руками школьников. Уроки мученичества для нас очень полезны, чтобы вооружиться верой, терпением и любовью. И я верю, что молитвы новомучеников помогут нам в повседневной жизни. Продолжилась встреча открытым уроком для воспитанников детских домов и учеников общеобразовательных и воскресных школ. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» прошел открытый урок «Духовные родники Подмосковья». Провели его министр образования Московской области Марина Захарова и митрополит Крутицкий-Коломенский Ювеналий. Порядка трех тысяч человек стали участниками этого зрелищного мероприятия. Аудитория учащейся общеобразовательных школ со всего Подмосковья, воспитанники детских домов и воскресных школ. Тема настолько актуальна, что во дворце спорта присутствует почти три тысячи человек со всей Московской области. Такого количества не бывает иногда даже на международных соревнованиях, что очень приятно вызывает интерес у молодого поколения православная культура. Урок, собравший многотысячный стадион, был посвящен истории русской православной церкви в самый тяжелый для ее существования период – 20 век. Несмотря на репрессии, традиции веры сейчас возрождаются. Однако, по словам митрополита Ювеналия, православному миру вновь брошен вызов. Именно сегодня на Украине предполагается обсуждение нового закона, который грозит огромными испытаниями для православных христиан в этой братской стране. Чем грозит народу, забывшему и поругавшему веру своих дедов, будущее? Именно на этот вопрос и предстояло ответить в ходе открытого урока. И город Видное не случайно выбран для его проведения, ведь на территории Ленинского района есть памятник того смутного времени. Здесь находится одна из святынь, в которых невинно убиены большое количество новомучеников российских, в том числе и нашего родного Подмосковья, такое святое место, как Путовский полигон. И буквально в прошлую субботу святейший патриарх Московский и всея Руси провел божественную литургию на полигоне в честь новомучеников всероссийских. Слово «урок» не совсем точно характеризует организованное мероприятие. Скорее, это театральное представление, в рамках которого была раскрыта заявленная тема. Среди актеров многочисленные творческие коллективы Ленинского района. Мы сейчас с вами увидели прекрасный пример урока, который показывает нам и глубину трагизма этого века, и всю глубину святости и величия, которую продемонстрировал наш великий русский народ. Это и с одной стороны революция, и с другой стороны подвиг тех, кто отстаивал церкви и оказался верен Христу и своей церкви русской. От того, как сегодняшние школьники усвоят этот урок, какие сделают выводы из тяжелого наследия и зависит судьба государства, ведь дети это будущее страны. Илья Кремнев, Владимир Бежумов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи «С первых уст» у нас сегодня гость, настоятель Христорождественского храма села Беседы Протерей Сергий Ефимов. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, Михаил. Отец Сергий, тема нашей сегодняшней передачи «Счастливая семья, верующая семья». Прошел недавно праздник День защиты детей и грядет другой праздник, День семьи, любви и верности. Знаю, что вы почетно-многотетный отец, у вас 10 детей, и хотел бы, чтобы вы поделились с нами своим опытом, а прежде всего, раскрыть вот такое понятие, как семья-малая церковь? Мне кажется, что основой семьи должна быть вера в Бога, любовь к Богу. Если супруги любят Бога, если они подцерковлены, входят в храм, молятся, участвуют в церковных таинствах, то по их совместной молитве Господь дает им благодать, и они живут в мире и благоденствии. Вот обычно супружеская жизнь православных христиан начинается с таинства венчания, в котором спрашивается помощь Божия, на совместную жизнь, на воспитание и рождение детей, и спрашивается здоровье, долгоденствие, какие-то материальные блага. И, к сожалению, в настоящее время многие молодожены, они как-то безответственно относятся к таинству венчанию, оправдывая себя, говоря такое странное мнение, что мы еще не готовы к венчанию, вот мы немножко поживем и только потом повенчаемся. Это очень странно, потому что к чему они не готовы? Не готовы принять помощь Божию, на то, чтобы семья была крепкая, чтобы были дети, чтобы были материальные блага? Мне кажется, не готовы брать на себя ответственность, но я немножко дополню вас, если вы не против. Бывает, есть еще вторая сторона медали, когда приходят люди пожилого возраста, за 60-е более, и просят их повенчать. И, конечно, на таинстве венчания читаешь молитвы о чудо-роде и понимаешь, что уже навряд ли у них родятся дети. И приходит такое чувство, что все-таки дорогая ложка к обеду, все-таки надо брать ответственность, когда человек только женится, молодой, берет на себя это. И это больше, наверное, должно как-то связывать брак. Как вы думаете? Да, конечно, безусловно. Я полностью с вами согласен, ведь семья – это малая церковь, в которой, как мне кажется, мужу, подобно церкви Христовой, подобно храму, отводится роль священника, главы этой малой церкви, жене отводится роль диакона, помощника, как, подобно тому, как диакон в храме помогает священнику совершать богослужение, так жена помогает мужу и в воспитании детей, и в ведении хозяйства, а дети – это прихожане этой малой церкви, которым поставлена задача идти в Царствие Небесное. Отец Сергей, вот прям на языке крутится вопрос, спрошу вас, а как быть с ролем, вот вы сказали, если муж, значит, глава семьи, как священник, жена, как помощница, как диакон, а бывает так, что женщины более темпераментные, мужчины более тихие, вот кто должен быть главным в семье, все-таки, кто должен принимать решение? Ну, мне кажется, что в семье роли все дела решатся коллегиально, с мужем и женой, мне кажется, что даже если бывает так, что муж говорит, я глава семьи, как я сказал, так и будет. Мне кажется, тут так вот сквозит такой недостаточной любви, недостаточностью любви, потому что не прислушивается к мнению жены, потому что мы знаем, что любовь это, наоборот, желание угодить ближнему, то есть поступить так, как хочет ближний, а не так, как хочу я. в семье, в которой любят друг друга муж и жена, они стараются все решать совместно. Вот, и поэтому главные роли, главные роли, наверное, мне кажется, судя по моей семье, я могу за себя так говорить, не знаю, как в других семьях, у нас интересно было ваш опыт узнать. У нас решается все совместно. Если какие-то проблемы семейные, что-то, дети там на бедаку или еще что-то такое, то мы с супругой выединяемся, решаем вопрос сначала между собой, а потом до всей семьи решение доводится. Очень важно, мне кажется, чтобы дети никогда не видели, что родители спорят или ругаются друг с другом. Это очень важно в воспитании детей, потому что самое главное, мне кажется, в воспитании, это воспитание собственным примером. Если родители живут в мире, в любви, если они стараются помогать друг другу, заботиться друг о друге, то дети, видя перед собой такой пример, тоже вырастут такими же заботливыми, добрыми, любвеобильными людьми. А роль отца в семье? Какие качества он должен воспитывать в детях? Это духовные качества, либо патриотические, либо физические? Роль отца в семье, она, конечно, больше направлена на воспитание таких вот качеств, как мужественность, смелость, честность, патриотизм. Наверное, это все-таки больше воспитывается отцом. Но я не исключаю, что и мать тоже может эти же качества воспитывать совершенно спокойно, так же, как и отец принимает участие в воспитании у детей доброты и нежности, которые, скорее всего, мама больше, ближе к матери, эти качества воспитания. То есть, мне кажется, что все качества могут воспитывать и отец, и мать. И как-то вот особо выделять, что эти качества один, а другой эти качества воспитывать не имеет права и не может, мне кажется, неправильно. Спасибо, отец Сергий, за такую увлекательную беседу, познавательную. Дорогие друзья, рубрика нашей передачи «С первых уст» подошла к концу. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был настоятель Христорождественского храма села Беседы протеерей Сергий Ефимов. До свидания, отец Сергий. В нашей постоянной рубрике «История одного храма» сегодня мы расскажем о Преображенском храме в поселке Совхоз имени Ленина. Он совсем молодой, с престольного праздника Преображения Господня начали с ним первые богослужения. Это было 19 августа 2013 года. За четыре года своего существования храм стал любим прихожанами, помолиться и ощутить особую атмосферу Древней Византии, которая создана в нем, приезжают люди со всей округи. Преображенский храм в поселке Совхоз имени Ленина построен совсем недавно. В 2012 году в праздник Благовещения был совершен чин его закладки и уже через год в нем начались регулярные богослужения. Белоснежная церковь вписалась в окружающий облик поселка, территория которой всегда открыта для посельчан. Во внебогослужебное время люди слышат из окон храма и наслаждаются, находясь в нем песнопениями афонских монахов, которые фоном звучат в храме. Приняли традиции православия оттуда, из православной Греции, православной Византии. И мне хочется, чтобы люди, когда посещают храм Божий, во всяком случае наш храм, они почувствовали эту связь. Связь с Византией, связь с великой культурой православия, всемирного православия. Храм в поселке построен по образу и подобию церквей Святой горы Афон, где и при за что чудо явление преображения Христа в Бога человека. Интерьер, иконостас выдержаны в духе древних святынь. Какая-то удивительная связь оказалась с Афонской горой, с Афоном, потому что позже были написаны иконы на Святой горе Афон, и они вот сейчас у нас в храме находятся, большие иконы. Особое место в храме отведено Иверской иконе Божьей Матери. Копия этой святыни написана монахами на Святой горе Афон. И вот эта икона, Иверская икона Божьей Матери, она была привезена благодаря трудам и нашего благочинного протерея Михаила Егорова и трудам директора совхоза Павла Николаевича Грудинина. Иверская икона Божьей Матери явлена была в древности, во времена иконоборчества. Есть афонское предание, которое гласит, что когда Иверская икона Божьей Матери уйдет с Афона, тогда произойдет кончина мира. В отношении Иверской иконы Божьей Матери на Афоне даже были такие монахи, которые специально каждую неделю ходили в монастырь Иверон и смотрели, не ушла ли икона, можно ли еще жить на Афоне. Иверская икона Божьей Матери одна из главнейших святынь православного мира. В Москве рядом с Красной площадью сердцем России стоит часовня чудотворного образа. Православные люди, будто москвичи или гости столицы, бывая в этом месте, заходят поклониться иконе. Наверное, не случайно там находится нулевой километр всех автодорог Москвы. То есть человек поклонился Матери Божией, а потом уже идет по пути своей жизни. В этом глубокий смысл, я думаю, есть. При помощи ЗАУ-совхоз имени Ленина в лице его директора Павла Грудинина и других жертвователей храм украшают иконы, привезенные из Сафона, Святой Земли, Греции, Италии. Мы привезли икону Божьей Матери, которая известна как Старица по-русски, по-гречески Геронтиса. Этой иконе особо молятся и почитают ее люди, которые уже находятся в преклонном возрасте, чтобы Матерь Божия поддержала их, дала им силы. Эта икона, которая не особо распространена у нас в России, но ее знают на Святой Гореафон. Она находится в келье у отшельников, она называется Госпожа Ангелов. Икона Божьей Матери от рады и утешения из известного монастыря Ватапет, где находится пояс Пресвятой Богородицы. Икона Божьей Матери скоропослушница из монастыря Ибухиар. Ощутив себя частью древнего христианского мира, людям доставляет радость молиться перед этими святынями. Храму передана и частица святых мощей Николая Чудотворца, великомученица Варвары, святителя Дмитрия Ростовского. После богослужений, которые в Преображенском храме совершаются регулярно, настоятель просвещает прихожан, рассказывая им о значении того или иного праздника и о земной жизни святых. Он каждый год делает крестный ход у нас в храме, весь совхоз обходит. Так что у нас очень в храме хорошо. Мои даже племенники, все, которые в Москве, с Зеленограда приезжают. Особенностью храма является и то, что в нем есть отдельное помещение для исповеди. Это очень важно для человека. Оставаясь наедине со священником, он спокойно может собраться с мыслями. Существуют какие-то проблемы семейного характера. И приходят, например, супруги или родители и дети. И вот какие-то вопросы решают совместно. Священнослужитель выслушивает их, мы молимся, обсуждаем, думаем, как решить тот или иной вопрос. С дочерью вдвоем здесь живем, у нас нет родственников. Мы с Волги приехали, но вы знаете, у нас уже появилось очень много знакомых и бабушек как родные. Храм стал родным домом для всех, кто посещает воскресную школу. Малыши здесь осваивают первые азы православия. Я прошу молитвы в молитве Божь дай мне мир день прожить, папу слушать, маму тоже и ни в чем не согрешить. Более старшие ребята изучают закон Божий, историю православия и многое-многое другое. Избавляющие годы зрения живут твой. Когда я училась в четвертом классе, моя семья переехала в совхоз. Храм уже был построен и мы узнали, что есть воскресная школа. Я, конечно, здесь записалась и до сих пор хожу и собираюсь бросать, потому что мне здесь очень нравится. Помогаю в алтаре. Это очень ответственная работа, очень тяжело. Сначала нагрузки, учение церковно-славянского языка, как читать, очень тяжело, но я стараюсь по славу Божию. Хочу пойти потом в семинарию. В новом храме сложились свои добрые традиции. Прихожане совершают совместные паломнические поездки. При Николорадовецком монастыре в Егорьевском районе организован летний семейный лагерь. Все это сближает людей в единый порыв жить в мире и согласии. Любим совершать паломничество, конечно же, и по Подмосковью, и по России. Посещали очень много мест и Дивеево, и Санкт-Петербургскую митрополию, и многие-многие другие святые места, и, конечно же, Грецию. Храм в поселке Совхоз имени Ленина освящен во имя «Преображение Господня не случайно». Христианский праздник «Преображение» приходится на 19 августа, когда созревает первый урожай. В народе он еще называется «Яблочный спас». В этот день в храмах проходят богослужения, в которых люди благодарят Бога, просят благословения на следующий урожай и приносят в храм яблоки. В совхозе имени Ленина со дня его образования растут и созревают прекрасные плоды. И где, как не здесь, в поселке, быть храму «Преображение Господня»? Преображенский храм в поселке Совхоз имени Ленина стал яркой жемчужиной среди церквей видновского благочения. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Все вопросы и пожелания вы можете прислать к нам на электронную почту, адрес которой вы сейчас видите на экране. Пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами и благословение Божие пребудет на всех вас. Царицы Небесной Царицы Небесной Царицы Небесной Алматы, Божие Субтитры создавал DimaTorzok